Всем привет, друзья! Вы на канале Цветули у Светули. Меня зовут Светлана. Наконец-то к нам пришло тепло, друзья. Вы не представляете, какая у нас была холодина. Хотя, конечно, не только у нас одни. По прогнозу я слышала, что у многих... Я живу на северо-востоке Ленинградской области. У нас на этой неделе были по ночам минусы. Шел снег. У моей петунии, представляете, стояли все под снегом. Некоторые подмерзли. Особенно плохо заморозки пережила петуня Shockwave Deep Purple. Очень плохо. Был такой шикарный... Такие были уже шикарные кустики хорошенькие. И вот этот вот мороз... Не мороз, а вот такая погода по ночам минусы. Снег, она очень негативно сказалась на этих петуниях. Я уже не стала ничего выносить, убирать, потому что это, как говорится, мартышкин труд. Туда-сюда таскать невозможно. Это очень тяжело. И я уже решила, что что будет, то будет. Две петунии мне пришлось даже вытащить с кашпо, посадить в открытый грунт, потому что там не на что даже взглянуть. Там одни стволики остались, все листики померзли. Вот какая-то петуня я вообще плохо перенесла. Я тоже не знаю, как название. Шоквейв одна, а вторая вот буду смотреть. Очень плохо. Она вообще вот... Все листья побелели. Ей категорически нельзя в такую погоду быть на улице. Противопоказано. Ну, какие-то сохранились. Конечно, рост приостановился за такой плохой погодой. Считайте, у нас май месяц была холодина вообще. Петунии мои не росли. Можно сказать, месяц прошел впустую. Но закалились мои красотки. Вот здесь у меня еще петунии стоят. Тайдалы, кстати, неплохо принесли. Холод. Ну, ладно, что есть, то есть, друзья. Что сегодня хочу вам рассказать-то? У нас стройка вовсю идет. Покажу вам, что у меня муж сделал. Как навес обустроил, так уже более-менее дорожки положили. Хочу сегодня подстричь можжевельник стриг. Да, вот он перед вами такой вот кустик. Он такой вот стал немножко раскидистый. Веточки такие по разным сторонам. Хочу более такую прямо стоячую форму ему придать. И что еще? И покажу, что цветет. Цветет у меня немного. Я луковочные не особо, как бы, да, сажаю, уже говорила. Не очень люблю. Так, по мелочи. Вот зацвел бровенок. В тот видео вам не показывала. Такие у него синенькие, голубенькие цветочки. Такой неплохой. Но он очень, как сказать, агрессивный такой почвопокровный. Почвопокровник, он очень расползается. Вот его надо контролировать, чтобы он у вас... Ну, чтобы как бы, да, я его всегда убираю лишнее, чтобы никуда он у меня не полз, а вот так вот в кучке сидел. Ну, такой он ползучий. Он везде залезет и не спросит, как говорится. Вот, смотрите, стрикта моя подросла и отросла. Видно, прирост пошел новенький. Вон, смотрите, как прям макушечка вытянулась. И хочу немножко его чуть-чуть подкорректировать, чтобы все веточки были вверх направлены, а не по сторонам. Вот так вот. Сейчас вам со всех сторон покажу. Возьму свои чудо-ножницы и подстригу. Цветет вот все еще рабис, такой красивый очень цветочек. Печеночница уже почти-почти отсвела. Вон там пчела трудится. Вот так, друзья. Ёлочка дала у меня новый прирост. Вот такая вот. Слушайте, ну, конечно, ёлка у меня в этом году вообще бедненькая. Обработала два раза уже ее. Один раз хомом, второй раз ракурсом. Сейчас вот хочу, которая неделя будет, обработаю еще хорусом ее. Она у меня, видите, какая? Вот кто первый раз смотрит мой канал, она вся-вся пожелтела, скинула очень много хвои. Вот там вообще лысая с той стороны. Такая прям смешную. Но дай бог, что она растет. Не знаю, конечно, как это будет выглядеть. Лысые совсем веточки. Ну, не знаю, посмотрю. Это у меня вообще первый опыт такого чуда, когда у меня хвойные... У меня очень мало хвойных в моем цветнике. Ну, вот так вот, чтобы заболела она чем-то. Даже не знаю, чем. Ну, чем-то заболела бедолажка. Отрастет, надеюсь, позеленеет. Очень красивая ёлка дозевает. Красотка. Ну, сейчас, конечно, не будет. Так вот, стрикто так смотрится. Сейчас я ее подкорректирую и вам покажу, что получится. Вот, друзья, как у меня получилось. Вот такая форма мне нравится. Более такая плотная. Не бойтесь, подстригайте свои хвойные растения. Они стрижку хорошо приносят, еще лучше. И будут такие плотные. Не раскидистые, не развалистые. Вот, смотрите, какая красотка у меня теперь стрикто. Я еще подстригла свои барбарисики. В том видео я вам показывала, что у меня один бок у барбариса лысый был. И мне пришлось его обстричь. Потому что, ну что будет, с одной стороны лысина, с другой отрастет. Некрасиво будет. Я его более-менее так, не совсем коротко, но хотя бы какой-то шарик ему придала форму шарика. Немножко подстригла. Вот так вот теперь у меня выглядит. Это у меня барбарис. Это барбальд. Ну, такой будет. Плохо, конечно, она растет, наверное, за лето не очень будет большой. Но зато будет хотя бы не кособокий. И еще я подкорректировала барбарис бананза голд. Красавец. Вот тоже более такую ему кругленькую форму придала. И еще барбарисик немножко подстригла. Адмирейшн. Тоже был с одной стороны плохо призимовал. Такой был лысенький. Тоже хотя бы какая-то форма шарика, я надеюсь, получилась. Вот так вот теперь он у меня выглядит. Адмирейшн у меня только один год был красивый. Остальные как-то сезоны за зиму, не знаю, почему-то одна сторона всегда лысая. С чем это связано, не понимаю. Ну, вот так вот теперь будет он у меня смотреться. Астриг-то вообще очень хорошо получилось. Вот в том году я ее также подстригала. Только не в мае, а в июне, наверное. После того, как флокс шиловидный отцвел. Вот сейчас лукс только зацветает. А в том году я ее подстригала попозже. Но очень нравится. Когда подстрижена, уже, конечно, вид совсем другой. Правда, ребята? О, какая красотка. Так, что еще подстригла? Подстригла свой барбарис оранж рокет. Тоже был раскидистый. Такую более принастоящую форму придала ему. Много, столько состригла. Сердце кровью обливается, но стригу. Потому что, когда развалистое растение, оно некрасивое. Когда более такой прямо стоячее, он нарастет за лето, будет красавец. Появились у меня, друзья, кашпо. Муж мне приварил. Крючки такие сделал. Я здесь повесила. Здесь у меня вербена вместе с плющелисной пеларгонией. В одном кашпо. Посмотрим, как разрастется за лето. Вот так вот. Новиночки, обновочки. Радости целой штаны. Давно просила его. А сюда повесила вербенку белую. Здесь раньше вот это кашпо висело. Вот это кашпо висело на арке. А теперь будет вербена. Одна вербена без соседей. Беленькая такая. Думаю, что будет хорошо смотреться. Здесь такие питуньи темные. Красная будет когда-нибудь, когда разрастется. Без слез не взглянешь. Правда, после этого холода. Я не могу. Вот только хорошо холод перенесла у меня. Это тайдал такой красивый цвет. Обалденный у питуньи. Вот она хорошо перенесла холод. А вот шоквейв такая вся стала некрасивая. И это у меня вегетативная сурфинья рыб тоже такая. Ну ладно, друзья. Что делать, раз так вот получилось. Вот еще, смотрите, Марию подстригла. Потому что серединка лысенькая такая, чтобы, знаете, такой кустик был более плотный. Надеюсь, что она растет хорошо за лето. Подстригла по высоте Барбарит Рокет. Орндж Рокет не трогала. Это у меня в том году посадка. Молоденький кустик. Ну, хорошо перезимовал. И Роуз Глоу тоже не трогала. Так что работу провела. Слушайте, уже по рукам себя била. Уже не знала, что бы еще подстричь. Ну, все, успокоилась вроде как. Слава тебе, Господи. А то, знаете, тоже можно испортить. Одним движением руки все можно испортить. А эти вот как хорошо смотрятся мои свечечки. Это у меня туички две. И можжевельничек такой. Хорошенький, подстриженный. Смотрите, как хорошо. Прям такая форма плотненькая. Надеюсь, что будут такие они у меня. Не раскидистые, а плотненькие. Буду подстригать все время. Очень мне нравятся, когда вот такие опрятные. Это у меня туички Смарагд. Красотки. Тульпанчики закрылись. Пока я собиралась их снять, они уже закрылись. Уже такой вечер. Время уже 9 часов вечера. Солнышко спряталось. Да, Речка? Скажи, пока целый день чего-то то одно, то другое, никак не могу я закончить съемку. Вот так вот у меня еще цветет арабис. Цветет красоточка примула. Вот такая клумбочка. Барвинов такой хорошенький. Вот прямо видно сдалека с голубьими цветочками. Вот еще не расставила я фонарики. У меня фонарики куплены. Но как-то вот еще не судьба. Все у меня игрушечек еще всяких у меня куплено. Надо расставить. Вот туда поставила грибочек елочки. Ну, что-то мне не очень нравится, наверное, уберу. Белочка тут как-то вписалась, а что-то грибок как-то никак. Так что вот так вот, друзья, такое вам сегодня видео про свои дела. Стрижка растений. Такое дело прям затягивает. Слушайте, стрижешь и стрижешь. Еще думаешь, чего бы еще подстричь. Да, рыжик? Сейчас вам покажу, что у нас. Вот у меня тут такая клумба. Из цветочков. Это у меня стоечка такая, подставка для цветов. И вот здесь у меня посажены всякие миксы сделаны. Вербена ослабели, Немезия ослабели. И с вербеной всяко-разно. На все цвета такая красотка вербен. Ой, Немезийка беленькая, а там желтенькая. Это вегетативный, не из семян. Вот так вот, когда все распустится, думаю, будет хорошо смотреться. Алису он посадил, а в том году так он меня красиво цвел здесь. Вообще обалденно просто. Единственное, что надо его обрабатывать. Сейчас вот хочу тепло. Дай бог тепло настало. Нужно сделать обработку от вредителей. Наверное, такой препарат Актара разведу и пройдусь. Чтобы не напал вредитель на мой Алисум красавец. Это Абриета. Шапочка сверху начинает цвести. Она так долго цветет, друзья. Такая хорошенькая, красивая вообще. А с той стороны такая маленькая, но тоже, тоже зацветает. Такая клумба с гортензиями. Посмотрите, как гортензия, друзья, идет только с нижних почек. А верхние, наверное, судя по всему, наверное, вымерзли. Представляете? Вообще так жалко. Было бы столько побегов. Был бы куст такой шикарный. Ну, ладно, хоть лето, не погибло. Потому что у меня много гортензии, еще не проснулось. Не знаю, в чем причина. А тут у меня, представляете, штамп. Сам сформировался. Вот такой вот. И, в принципе, неплохо призимовал. Вот так. Здесь мои питуньи и пеларгонии, на которые без слез теперь не взглянешь. После морозов, после ветродуев. Вы не представляете, какие у нас тут ветра были. Вообще просто холод, ветер, снег, дождь со снегом. Это просто, просто. Моим растениям бедным столько пришлось пережить. Ну, ладно, буду надеяться, что у меня все восстановится. И мои растения меня порадуют. Друзья, забыла вам показать, каким инструментом я пользовалась. Вот такие у меня аккумуляторные ножницы фирмы Бош. Две насадки. Этой насадкой удобно подстригать очень траву. Где вот газонокосилка не может достать. Очень удобно. А этой вот я подстригала сегодня на жиденьках. Вот так вот снизу вверх. Очень удобно. И также я Барбарисой этой насадкой подстригала. Ну, короче говоря, я довольна. Это мне Дед Мороз такой подарочек принес. Сейчас, кстати, на Азоне скидка на такие ножницы. Они там, по-моему, три с чем-то стоят. Очень даже хорошая цена. Потому что мы в Макси-доме муж покупал за пять с чем-то. Так что вот обратите внимание. Удобная вещь. Я думаю, что любителям хвойных растений такая вещь необходима. Очень удобно все стричь ими. Также верески я вот подстригала этими ножницами. Ну, здорово, ребят. Пять, шесть. Так, стройка века. Здесь у нас, друзья, да, кто со мной на канале видел, Муж сделал такой навес для велосипедов, бетономешалки, газонокосилки, чтобы не таскаться в сарай. Вот так вот положил вчера дорожку, продлил до ворот. Положил вот здесь вот. Вот так вот тоже дорожка до конца бани. Теперь можно здесь все выравнивать и сеять газон. Купили газон на Азоне. Семь килограмм. Представляете, сколько работы сделано, еще сколько предстоит. Вот так теперь у нас все выглядит. Вот сделал он крышу тут пластиком, немножко обделал. Вот так вот. Друзья, никогда нам отдыхать. Все мы в трудах. Да, рыжий? Ну, это хорошее дело. Правда, вот я не люблю, когда вот такой все разбросано, вот такой неопрятный вид. Но это все временно. И вот здесь тоже будем газон сажать. Леша вчера вот земли две тачки привез, выравнивал, чтобы все ровненько было. А здесь вроде как ничего, газончик растет. Слава богу. Здесь подсаживать даже не надо ничего. Его на другом месте нужно подсаживать. Хочу вам, друзья мои, еще показать, как камня красота расцвела. Разобудная пеларгония. Обалденный цвет. Вот такая красотка цветет уже давно. До этого был цветонос, уже я удалила. А сейчас вот она новый выпустила. Вот еще. Короче говоря, трудится девочка. Молодец. Но я ее на улицу не выносила. Это я сегодня на солнышко. Первый день ее вынесла, домой на ночь занесу обязательно. Потому что боюсь, чтобы она у меня не подмерзла, чтобы с ней ничего не произошло. Вот такая красавица. Так что вот так вот, друзья. Вот какая красивая тоже пеларгония плющелистная. Сейчас вам еще покажу. Зацветает у меня тоже разобудная пеларгония. Все холода она у меня была на улице. Такая вот. Так, камера не передает. Уже темновато. Вот такая хорошенькая. Видите, какие листики от того, что погода-то не баловала моих девочек. Вот такие листья у нее. Ну, ничего. Так что вот так вот. Красотка еще одна у меня зацветает. И здесь вот какая. Тоже все холода пережила. Пострадала, но, конечно, не очень. Ну, друзья, вроде все показала. Надо уже заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я вам дальше все буду рассказывать и показывать. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...